Берлин, суббота, 4 июля. День независимости Беларуси был вчера. Поэтому сегодня беларусы вышли в центр Западного Берлина, это центр бывшего Западного Берлина, рядом с часовней кайзера Вильгельма, и вышли люди в Беларуси. День независимости был отмечен массовыми задержаниями. В Гомеле активисты призвали приходить на городской пляж, приносить с собой колонки с музыкой, мечи, пляжные тапки, и там был большой митинг, много задержанных. В Борисове задержали трех человек, которые были в майках 3 июля. Независимость. В Бресте телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает, что прошла большая стихийная акция протеста. Задержали как минимум трех человек. Подробности выясняются. И сегодня вышел свободный Берлин, свободные жители Беларуси, в свободном Берлине. Они требуют прекращения политических репрессий, и они требуют свободных демократических выборов, и честного подсчета голосов, и честной регистрации кандидатов на выборы. Пока до этого далеко. Мы понимаем, что только беларуский народ может определить демократическое будущее страны. Давайте действовать вместе. Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! Привет! Маска, я тебя знаю. Привет! Дмитрий Черков, режиссер беларусской театральной. И мы познакомились лет 12 назад в офисе Бориса Немцова в Москве. Да, было такое. На Пятинской. А ты уже профессиональный беларусский революционер? Ой, не хочу. Нет, ну можно так считать, но вообще я артист больше считаю, что я ушел в искусство. Вот сейчас протесты вернулись, и я вернулся. Да, но протест это была твоя среда, а у тебя было, на твоем счету, голодовки? Голодовки, да, там задержание, вскрытие вен, да, ну было. Расскажи про это. Это было давно, давай напомним. Ну да, самая большая, ну первая голодовка это была 2004 год с группой Республика. Я к ним присоединился, когда депутат парламента. А потом, когда нас массово начали исключать из учебных заведений, то вот мы объявили эту голодовку, дети хотят учиться. Ну в 2005-м... Сколько лет было? Мне тогда было 25. Ну это уже чуть постарше. Уже не очень дети, но... Не, ну у нас там просто это было, почему дети хотят учиться, потому что у нас исключили двух несовершеннолетних. Это был уже седьмой и восьмой случай в одном городе маленьком. А за что исключили? Последнего исключили за Чернобыльский шлях, за то, что он против строительства АЭС был. Между прочим, берегу очень много людей, которые в свое время участвовали в Чернобыльском шляхе, и из-за этого были вырежены уехать. Да, да, хотя Чернобыльский шлях именно совсем другой, но он имеет политическое значение, да, потому что обман с Чернобылем мы знаем, да, но это было немного другое, да, то есть мы вышли против еще, когда объявил Лукашенко строим АЭС новую, но это была разрешенная акция. Это не то, что запрещенная, это была даже разрешенная официальная акция, но вот мальчика исключили совсем хамским уже образом, и мы просто сказали, ну все, с ними разговаривать невозможно, объявляем голодовку. Причем политики не ожидали, что дети, ну вот молодые люди объявят голодовку. Ну и объявили. А почему ты вскрывался? Почему я вскрывался? Ну а как можно сидеть, когда сидишь в камере, там набивают на 3 на 4 15 человек, два раза в день выводят обмыться, да, душа нету, есть подиум, канистра и ведро, где там бобжи и все остальные. И ты просто сидишь и понимаешь, что бесправда все, да, тебя задержали. Ну и единственное, как я мог с ними протестовать, я придумал, что я могу вскрыться. И вот в здании суда они у меня не забрали ключи, я начал вскрываться. А ты сидел в тюрьме КГБ? Нет, я не сидел в тюрьме. Под административным я даже так был настолько радикал. Да, я радикально просто к ним подходил, потому что, ну а как они, если они не слышат, ну если они незаконно задерживают, ну что с ними делать. И ты с тех пор не жил в Беларуси, ты с тех пор уехал в Беларуси учиться, потому что меня исключили тоже с Беларусской академии искусств за взгляды. Ну и я уехал в Польшу учиться, потому что понимал, что хочу учиться. И не вернулся. Ну так сложилось, что уже не вернулся. Я ездил, да, ну помогал там, но в 2010-м за площадь меня хотели посадить опять за то, что я был на площади в 2010-м. Ну и вот повезло, когда всех арестовали, наша переписка там с координатором и пресс-секретарем Николая Статкевича Сергеем Марцелевым попала в КГБ. А он попал именно в американку, в тюрьму КГБ. То тогда вот я понял, когда они позвонили, 29 декабря, звонят такие, говорят, вечером. Уже начинают первых выпускать, а мне звонят и говорят, придите завтра 30-го на беседу. Я говорю, а в качестве кого? Ну, наверное, свидетеля. Я говорю, а, наверное, 30-го, уже выпускают. Всех задержали, я думаю, переписка попалась, выключают. Я-то знаю, как вы меня в 2006-м в качестве свидетеля садили-то. Разговора не будет. Я знал, что все, и я через Россию, через Украину уехал просто. Да, и потом вот Сергей Горец сидел, видел документы, меня искали. Если бы нашли, наверное, посадили. Ну, даже не, наверное, посадили бы. И ты не успокоился, сейчас опять выходишь. Ну, 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 как бы, да, ситуация такая, ну, как я могу простить Лукашенко, ну, и его режим. Ну, просто он бесправно терроризирует людей, да, нарушает все принципы демократии, прав человека. Ну, просто столько людей страдает от этого. Ну, как я могу успокоиться? У вас одинаковые майки, вот еще черная такая есть, психо 3%. Что это означает? Это психоз. Ну, это наше высказывание нашего президента, что коронавируса нет, это все психоз. А 3% это его рейтинг популярности в Беларуси по результатам опросов в интернете. 3% это сейчас запрещенная цифра в Республике Беларусь. Саша 3% это его кличка теперь подпольная. В такой майке в Беларуси ходить нельзя, потому что, ну, якобы она оскорбляет власть очень сильно, не знаю чем. Нельзя, не знаю, нельзя использовать символику бело-красно-белый флаг. Это тоже оскорбляет власть. Но она у нас чувствительная просто. Бело-красно-белый флаг был в Беларуси до 1994 года, или 6-го, когда у нас прошел референдум, и отменили этот флаг, и заменили на новый символ Беларуси. Большинство людей не поддержало новую символику, но единолично было принято решение, что это наш новый символ. Поэтому сегодня, и не только сегодня, мы хотим возродить наши традиции и нашу национальную символику, и сказать «Живе Беларусь», потому что это является нашим символом. К сожалению, в данный момент, если в Республике Беларусь вы будете носить данную символику, то, скорее всего, вы будете привлечены к административной ответственности, что я считаю полнейшим абсурдом и нарушением человеческих прав и свобод. Я не боюсь вернуться в Беларусь, потому что там моя семья, там мои родственники. Безусловно, я осознаю, что в некоторых ситуациях я тоже могу быть привлечена к административной или даже уголовной ответственности просто за то, что сейчас здесь, в Берлине, я стою и выражаю свои гражданские права и свободы. Я в детстве был знаком с парнем одним. Многие знают его под псевдонимом Шеррикот. Это мой друг детства. И я знаю, что сейчас у него очень тяжелая ситуация, что очень часто он получает сутки, получает штрафы. Не знаю, как насчет избиений, но я думаю, что и без этого не обходилось. А если Лукашенко, то кто же? Ну, дело в том, что мы сможем построить страну. У нас достаточно интересных, умных людей, которые могут взять на себя ответственность. И, конечно, будет нелегко сначала. Но я думаю, что любой, ну, вернее, не любой, но мы можем найти достойных. Я в этом уверена. Я буду голосовать или за Тихановскую, или за Бабарико. Мне эти два кандидата очень нравятся. Каждый по-своему интересен. Но мы понимаем, что Тихановская, то есть ей нужна поддержка. Поэтому я вот еще не решила так. Для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в кандидаты в президенты, нужно было собрать 100 тысяч подписей. Были три ведущих кандидата. Бабарико собрало около 450 тысяч. Его посадили под следствие. Тихановский хотел выдвигаться. Он был потом заключен под стражу. И вызвала его супруга в качестве кандидата. Она собрала вроде около 104 тысяч подписей. И цепкала. Согласно его штабу, он собрал около 240 тысяч подписей. В итоге Бабарико засчитали. Но засчитали не 450 тысяч подписей, которые подавались и были электронно верифицированы. И все, в принципе, прошли проверку много раз. А ему засчитали около 105 тысяч, по-моему, подписей. Ну хорошо, достаточно. Бабарико будет. Да, цепкала засчитали вместо 200 подписей и 74 тысяч подписей. Не проходит. Не проходит, да. А другим кандидатам, которые с так называемой спойлеры, у них ситуация была другая. Они собрали якобы более 100 тысяч голосов. То есть по факту им переписали голоса, возможно, даже тех же политиков, которые были лидирующими. То есть это лукашенковские люди? Ну, скажем так, в посеве вероятности. Это так и есть. То есть они будут ему создавать конкуренцию. Предвыборной кампании они будут зарегистрированы в качестве кандидатов. А те люди, которые реально имели поддержку народа, просто были сняты с гонки. Или Бабарыка еще может быть зарегистрирован, может быть не зарегистрирован, может быть до регистрации на него завели уже головное дело, и состоится суд, тогда, возможно, его могут снять опять же с гонки лидов. Ты будешь голосовать 9-го? А выборы будут? Это вопрос. А за кого голосовать? Мы-то еще не понимаем, кто будет в избирательном листе, а будет ли свободный подсчет, а вообще это выборы будут ли? И, ну, как это назвать? Я не могу назвать, что это выборы сегодня. Вот видя, что происходит, я не могу сказать, что это свободные, демократические, честные выборы. То есть прийти проголосовать что? Создать явку? В Белоруссии старое высказывание, да, неважно, как проголосуют, главное, как посчитают. А считать-то будет кто? Белорусский центр избирков и наша борщеварка. Так что делать? Ну, что делать? Гражданский протест. Вот что и происходит. Люди выходят и говорят, мы хотим честных выборов. Отстраняйте, меняйте, впускайте в комиссии. Честные выборы, но без Лукашенко. А ты веришь, что это возможно? Да. Я хочу в это верить, я буду в это верить. И даже если сейчас не получится, это все равно получится. Потому что, ну, видя, какая сейчас активность, можно верить во многое. Мне кажется, белорусы, да тоже плечи во языцах, такой терпеливый народ. Да, до определенного момента. Мы будем терпеть, но мы сделаем все по-другому. Мы спокойно, без революции, без крови постараемся. Мы просто спокойно постараемся поменять власть. Это этот момент? Возможно. Очень хочется верить, потому что действительно такой активности никогда не было. Вот очень висит эта энергия, да, вот она совсем другая, чем все компании, в которых я был, да. Она очень сильно поменялась. Вот просто-просто кипит. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь!